Сегодня вечером Нижегородская Торпеда закончит первую часть регулярного чемпионата КХЛ домашним матчем против подмосковного Витязя. Соперники автозаводцев сейчас на подъеме. Они провели неплохую шестиматчевую серию, в которой проиграли только Спартаку. В активе Витязя сейчас 31 очко и только 12 строчка на Западе. У Торпеда всего на 1 очко больше, но при этом автозаводцы располагаются на 6 месте Восточной конференции. Все-таки конкуренция в этом сезоне гораздо выше на Западе. И тем не менее, нижегородцам жизненно необходимо побеждать. На пятки наступает автомобилист, у которого относительно Торпеда всего на 1 очко меньше. Правда, у Екатеринбурга сыграно на 2 матча больше. Тем не менее, соседство все равно не самое комфортное. Как будут развиваться события в сегодняшней встрече, зрители ННТВ смогут увидеть в прямом эфире. Начало трансляции 18 часов 45 минут. А вот накануне, также в прямом эфире, футбольные болельщики смогли посмотреть один из матчей 1-16 финала Кубка России. Дзержинский химик принимал ЦСКА. Сюрприза не произошло. Армейцы выставили на матч, но если не второй, то смешанный состав, дав шанс молодым футболистам проявить себя. Например, Караваев, Амурцамян и Бавин впервые вышли за основную команду. Играли не без ошибок, но за ними все подчищал опытнейший Алексей Березуцкий. В первую половину встречи команда Леонида Слуцкого полностью владела инициативой. И на 20-й минуте после удара Базилюка ЦСКА вышел вперед. Химик пытался навязать конкуренцию, но в порыве штурма забыл про защиту. За это сам себя и наказал. После очередной контратаки Кичин срезал мяч в собственные ворота. 0-2. Впрочем, чудо никто не ожидал. Уж слишком разный уровень команд. Действующие чемпионы страны против представителя первенства ФНЛ. График сложный. И мы 29-го только вечером добрались домой с Владивостока. Вот этот перелет, он тоже сказывается. Но сейчас мы будем просто как бы, я буду вам жаловаться, но это не причина. Причина в том, что, естественно, что индивидуальное мастерство футболистов, оно заметно ниже. Впрочем, надежды команда не потеряла и после перерыва уже Химик заиграл первым номером. И такой напор через пять минут привел к пенальти. Впрочем, Юркин был точен. 2-1. Трибуны сразу погнали команду вперед и Химик поддался такому порыву. Хозяева показали хороший футбол, причем даже в большинстве. После грубого нарушения на 72-й минуте удалили Касьяна. Милованова же унесли на носилках. Но даже при этом держинцы сражались до последней минуты. Правда, на счете это не отразилось. 2-1. Весьма непростая победа ЦСКА. Классический, скажем так, матч 1-16 финала. Для нас необходимо было выиграть, скажем так, тем вариантом состава, к которому мы приехали, с хозяевом, соответственно, максимально показать себя. Ну, поэтому такой матч и случился. Я думаю, что для нас, может быть, если бы мы не пропустили такой быстрый гол во втором тайме, матч бы сложился легче. Но, учитывая, что пропустили, то очень тяжело было во втором тайме. Матч против ЦСКА посетило около 5-ти тысяч болельщиков. Возможно, могло прийти и больше, но возможности стадиона этого не позволили. Впрочем, это ненадолго. Уже в следующем году здесь начнут строить новую арену. Предположительно, на 12 тысяч зрителей. Стоимость проекта порядка 300 миллионов рублей. Глава администрации города отметил, команда выступает достойно и город готов ее поддержать. Перспектива у команды большая. Поддерживать футбол будем. Футбол, вы видите, у нас в городе любят. Полные трибуны. Не все желающие смогли попасть. Но ничего, впереди. Я думаю, в будущем команда хорошая. А вот армейцы ненадолго покинули наш регион. Уже в это воскресенье они вернутся. Только теперь в Нижний. В 13.30 на стадионе «Локомотив» в рамках 15-го тура российской премьер-лиги они встретятся с «Волгой». Можно с уверенностью сказать, что уж здесь гости будут играть основным составом. С «Хондой» и товарищами. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провел удачный матч в рамках третьего тура Еврокубка «Улеп». На арене Нагорного команда Зорана Лукича принимала будочность из Черногорской подгорицы. Хозяева паркета доминировали на протяжении всего матча. Уже по итогам первой четверти горожане вели с двузначным преимуществом – 26-14. Нижегородцы немного подсели во втором периоде. Промахи в атаке и ошибки в обороне привели к тому, что черногорцы сократили отставание до 5 очков. И только вовремя взятый Лукичем таймаут вернул наших баскетболистов в игру. И на большой перерыв команду ушли при счете 47-36. Третья четверть стала самой яркой в этом матче. Хозяева паркета выиграли этот отрезок встречи с просто неприличным счетом – 21-6. В итоге заключительный период стал простой формальностью, и нижегородцы позволили себе поиграть на публику. А Дижон Томпсон после взятия 10-го подбора смог оформить свой первый дабл-дабл после возвращения в команду. Ну а финальным счетом в матче стали 83-62 в пользу БКНН. Григорий Жигин, Антон Ганин, Алексей Заволов. Объективно. Спорт. ННТВ. Стрелял Антонов.